Здравствуйте! Я от всего сердца приветствую вас на программе «Церковь Ковчег». Вы помните, о чем мы говорили на прошлой программе? В тот раз мы услышали о том, как Бог направил сердце римского наместника Феста, и это очень помогло Павлу. Но работал ли Бог только над сердцами других, или же Он направлял и сердце Павла, и продолжает направлять наши сердца? Что мы можем узнать на примере Павла о так называемом духовном руководстве? Как мы должны относиться к властям, и как Бог влияет на наши жизни? Ответы на эти вопросы вы узнаете прямо сейчас. Мы видим, что только Бог держит все под контролем. Я считаю, что именно поэтому Дух Святой поместил в Библию без всяких купюр 25 главу Деяний Святых Апостолов. Она очень ценна и полезна для прочтения и изучения. В ней мы видим Божьи пути, которым подчинены все человеческие намерения, цели и помыслы. И в конце концов, все приходит к тому, как замыслил Бог. Мы видим, что только Бог держит все под контролем, а не Пилат, не Феликс, не Фест, не Агриппа, и никто другой, кто сегодня возникает на арене. Но мы можем видеть, что Бог направляет так же и сердце Павла. Мы видим, что Фест отказал иудеям, но пригласил их отправиться вместе с ним в Кесарию и допросить Павла там и предъявить ему обвинение. Поэтому через несколько дней Павел предстал перед судьей Фестом и прибывшими вместе с ним в Кесарию иудеями. Они стали обвинять его во всех грехах, но Павел отвечал им, «Я не сделал никакого преступления ни против закона иудейского, ни против храма, ни против Кесария». Он не нарушил ни одного римского закона. Но Фест не сдавался в своем желании оказать милость иудеям. И вот что он сказал Павлу в ответ, «Хочешь ли идти в Иерусалим?» Павел может тебе все-таки отправиться в Иерусалим. Но он не сказал, «Ты должен отправиться в Иерусалим». Тут мы видим, что Бог кое-что сделал с его сердцем. Он мог бы приказать Павлу отправиться в Иерусалим, но нет. Он этого не сделал. Вместо этого Фест спросил Павла, «А ты хочешь идти в Иерусалим, чтобы я судил тебя в этом там?» И как же ответил на это Павел, вот что об этом сказано в деяниях. «Я стою перед судом Кесаревым, где мне и следует быть судимым. Иудеев я ничем не обидел, как ты хорошо знаешь». Такого ответа Фест, по всей видимости, просто не ожидал. Вероятно, он считал, что Павел будет больше доверять своим соотечественникам-иудеям, чем иноземному императору Нерону, от которого нельзя было ожидать чего-то хорошего. Давайте сейчас немного углубимся в этот вопрос. Почему же Павел хотел, чтобы его судил император? Почему он не хотел в Иерусалим? Разумеется, первый ответ на этот вопрос звучит так, потому что Бог подготовил апостола отправиться в этом направлении. Наверное. Вы помните, что в 23 главе, когда он еще был в крепости Антония, ему явился Бог, и произошло это ночью. Он сказал Павлу, «Дерзай, Павел, ибо как ты свидетельствовал обо мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме». Вы помните этот эпизод? Мы видим, как Бог подготовил Павла. Таким же образом, Он подготавливает и вас к выбору, который вы должны сделать. Не надо беспокоиться на этот счет. Возможно, кому-то из вас на следующей неделе нужно принять важное решение, и вы боитесь это сделать. Вы не знаете, как именно вам поступить, и спрашиваете себя, «Ну как же мне поступить?» У нас, христиан, для таких моментов в жизни есть так называемое направление духом. Давайте посмотрим, как оно повлияло на решение Павла. «Послушайте, Бог натренировал сердце Павла сразу же принимать верное решение в нужный момент». А вот почему вам не надо особо волноваться. Бог заранее тренирует ваше сердце. Он влияет на ваши мысли, чтобы вы принимали решение согласно его воле. Иисус однажды сказал, «Когда же приведут вас в синагоги к начальствам и властям, не забудьтесь, что говорить». То есть мы видим, что ответ, который Павел дал Фесту на его вопрос, «Не хочет ли он пойти в Иерусалим?» был резок и категоричен. «О, нет, Фест, мне нужно в Рим». «Я не хочу идти в Иерусалим». Этот ответ вложил ему в сердце Бог. Но есть и еще один аспект, который тоже очень важен. Я полагаю, что Павел так хотел в Рим, потому что больше боялся религиозных лидеров, чем светских властей. Как и Иисуса Павла, больше преследовали религиозные, а не светские власти. Ему противостояли синагоги, а не светские правители. Как только вы начинаете верить в Иисуса и провозглашать о том, что Он — это Сын Божий, что Он был распят и взял на Себя людские грехи, и Его распятие знаменовало собой примирение с Богом, когда вы говорите, что вы верите в Иисуса и верите, что Он не просто умер, а воскрес, что Он сидит одесной от Бога, когда вы верите в то, что Он однажды вернется, и когда вы верите в то, что мертвые однажды воскреснут, а Иисус — это Господь всех господствующих, то тогда уж поверьте, вам точно придет все имя дело со всеми другими религиями мира, и они будут против вас. Павел как раз и находился под таким гнетом. Павлу пришлось выбирать меньшее из двух зол. Он решил не идти к людям, которые говорили во имя религии и морали и утверждали, что любят Бога, но глубоко ненавидели его Единородного Сына. Но, как мне кажется, была и третья причина, по которой Павел решил отправиться в Рим. Он сделал это потому, что духовное руководство было для него чем-то естественным. Мне очень нравится этот момент. Я уже много раз говорил вам об этом, и сегодня тоже упомяну об этом, потому что это очень связано с нашей повседневной жизнью. Когда христианам нужно принять решение, среди них есть такие, которым обязательно нужно, чтобы к ним явились ангелы. Они хотят встречи со сверхъестественным. Они хотят предпринять все возможные приготовления, чтобы понять, а что же им делать? Они хотят, чтобы у них были вещи и сны. Им нужно послание свыше. В некоторых случаях так поступать правильно. Именно так было и в жизни Павла, и в наших с вами жизнях все то же самое. Иногда Бог действует сверхъестественным образом, чтобы указать вам правильный путь. Я не буду этого отрицать, но, дорогие друзья, такое происходит не каждый день, даже с христианами. Бог не общается с нами оповещениями, как на мобильнике. Когда что-то звякает, и нам приходят какие-то новости. Вы знаете, как это бывает? Раз, бип-бип, и перед вами опять какие-то новости. Нами не управляют. С небес посредством дистанционного управления, как какими-то роботами. Вместо этого в нашем сердце живет Дух Святой, и поэтому мы можем общаться с Богом совершенно естественным способом, но при этом мы действуем через Святого Духа. И это тоже духовное руководство. Вам наверняка известно, что пророк Нафан ответил Давиду, когда тот выразил желание построить храм. Он сказал ему, «Давид, все, что у тебя на сердце, иди, делай, ибо Господь с тобою». Друг мой, ты можешь делать все, что пожелает твое сердце, но важно, чтобы это не противоречило Божьим заповедям. Если вы, например, не знаете, уготовлен ли вам Богом тот мужчина, который хочет жениться на вас, вам нужно свериться с Библией. Если перед вами стоит какой-то вопрос, и вам надо принять решение, просто свертись с Библией. Все очень просто. Просто задайте себе вопрос касательно того молодого или не очень молодого человека, который хочет быть с вами. Живет ли он праведной жизнью? Действительно ли он хочет жениться на вас или хочет просто поиграть с вами? Любит ли он Иисуса? Любит ли он его заповеди? А любит ли он вас? И очень важный вопрос, любите ли вы его? Мил ли он вашему сердцу? Если ответ на эти вопросы «да», то тогда вам не нужны никакие ангелы. Все и так понятно. Так же действовал и Павел. Отправиться в Рим не противоречило закону Божьему. Напротив, это соответствовало Божьему наказу. Идите по миру и провозглашайте благую весть всем народам. Павел был исполнен Святого Духа и поэтому он сказал «В Иерусалиме я уже был, теперь мне нужно в Рим, у меня там есть дела». Так же и вы, дорогие мои друзья, подходите к решениям, которые вы принимаете в жизни с практической стороны. Не усложняйте себе жизнь. Я слышал от некоторых христианок истории о том, что им потребовались годы для того, чтобы понять, достоин ли кто-то стать их мужем или нет. Я не буду рассказывать сейчас ни одну из этих историй, но Павел сказал нам «Выходите замуж и женитесь, если понимаете, что вы этого хотите». Слышатся? Да, он сказал нам «Выходите замуж и женитесь, если вы того хотите». Но при этом он добавил «Но все должно быть угодно Господу. Мы абсолютно свободные люди». Нам нужно только сверять свои решения с тем, что сказано в Священном Писании. Вы должны проверять, что об этом нам говорит Слово Божие. В послании к Галатам апостол Павел собрал плоды Духа и после этого стал говорить о любви, радости, мире и других вещах. А потом подытожил «Все это не должно противоречить закону». Вот оно в чем дело-то. Если вы принимаете какое-то решение и оно не противоречит закону, то смело делайте то, что у вас на сердце. Но сейчас кто-то может спросить меня. Пастор, а что если в будущем у меня возникнут проблемы с этим мужчиной? Ну, послушайте, проблемы могут возникнуть с любым мужчиной. Мужчин без проблем не бывает, не так ли? Павлом руководили Слово Божие и его стремление служить Богу. Иисус сказал «Идите по миру», и вам тоже следует прислушаться к этим словам. Вы будете с радостью принимать решения, если начнете сверяться с Библией. Но это еще не все. Павел также подчиняется властям. Прочитаем эти строки в деяниях. Павел сказал «Я стою перед судом Кесаревым, ибо если я не прав и сделал что-нибудь достойное смерти, то не отрекаюсь умереть». Вот что он сказал, а затем добавил «А если ничего того нет, в чем сии обвиняют меня, то никто не может выдать меня им, требую суда Кесарева». Павел сказал «Если я не прав и сделал что-нибудь достойное смерти, то значит я того заслуживаю. Я подчиняюсь порядкам правительства». Подчинение порядкам — это тоже важная тема, с которой мы постоянно имеем дело, мы постоянно с ней сталкиваемся, и Павел напоминает нам об этом в послании к римлянам. Где находились церкви римлян? В Риме. Именно там, где был престол императора, наверное, они первыми и ощутили на себе неправильную политику императора. Павел пишет им «Не так. Дорогие христиане, живущие в Риме, обратитесь против преступника». О нет, он пишет им «Вот что. Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога». Мы уже услышали об этом. Существующие же власти от Бога установлены, «Посему противящиеся власти противятся Божьему установлению». Только послушайте, противящиеся власти противятся Божьему установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение, и потому надобно повиноваться. Вот какое послание у Павла. По совести говорит он. Этими словами он говорит, что христиане это не революционеры, это не мятежники. Они уважают законы государства и соблюдают их до сих пор, пока они не заставляют их грешить против Бога. Пока у меня есть свобода любить Иисуса и поклоняться Ему с верой, я подчиняюсь властям. Я сейчас имею в виду не только правила дорожного движения, но и налоговое законодательство, а также все другие правила, соблюдения которых от меня требуют государства. Иисус имел в виду то же самое, говоря, отдавайте кесарево кесарю, а Божие отдавайте Богу. И Петр говорил то же самое в своем первом послании. Всех почитайте, братство любите, Бога боитесь, царя чтите. Поэтому Библия дает нам наказ молиться за власть. И вот что сказано в первом послании к Тимофею. Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте. Хотим ли мы провести тихую безмятежную жизнь во всяком благочестии и чистоте? Если да, то тогда мы должны молиться за наше правительство, за наш сенат. Мы должны молиться за всех, кто несет ответственность за нас. Мы должны молиться за полицию, за тех, кто отвечает за наши финансы. Мы должны молиться за всех, кто исполняет государственную службу. Именно этого правила и придерживался Павел во время своих миссионерских путешествий. Он не призывал к перевороту. Он никогда не призывал к основанию христианского государства. Вместо этого он призывал людей к покаянию. Он призывал их к вере в Иисуса Христа. Он призывал их следовать за нашим искупителем. Павел знал, что правительство является слугой Бога и имеет право судить. Поэтому он подчинился ему и сказал Фесто и иудеям. Я стою перед судом Кесаревым, ибо если я не прав и сделал что-нибудь достойное смерти, то не отрекаюсь умереть. Павел всегда говорил все прямо. У него были свои принципы. Он стоял за правду. Ну а сейчас, дорогие мои, будет последняя мысль моей сегодняшней проповеди касательно всей 25-й главы Деяний Святых Апостолов. Это очень важная мысль. А если мы возьмем всю главу целиком и начнем выжимать из нее сок, то этот сок будет лучше. Мы видим в этой главе просто чудесные вещи, а именно то, каким влиянием обладал Павел как безупречный человек, о котором нельзя было сказать ничего порочащего его. Давайте сейчас вкратце рассмотрим этот вопрос. Фест сказал, что ж, Павел, коли ты не хочешь в Иерусалим, что же сказал Фест дальше? Ты потребовал суда Кесарева. Кесарю и отправишься. Но видняга Фест не знал, что он должен был сообщить об этом императору, и поэтому он обратился за помощью к Агриппе. В те времена Агриппа был царем в Иудее и нескольких других провинциях Ближнего Востока. Фест попросил у Агриппы совета, что мне написать об этом в Рим, то есть он понадеялся на помощь своего начальника, который тоже был Иудеем. Фест рассказал ему всю эту историю, и поэтому он был в курсе. Он приехал в Кесарию к Фесту вместе со своей женой Вереникой. Фест только получил свое назначение, и Агриппа решил узнать, что это за человек. Итак, Фест обо всем рассказал Агриппе. Вот что сказал ему Фест согласно Библии. Обступив его, обвинители не представили ни одного из обвинений, какие я предполагал царь Агриппа, но они имели некоторые споры с ним об их богопочитании и о каком-то Иисусе умершем, о котором Павел утверждал, что он жив. Что мне с этим делать? От Феста требовали слишком многого. Вот что он сказал Агриппе дальше. Затрудняясь в решении этого вопроса, я сказал, хочет ли он идти в Иерусалим и там быть судимым в этом. Но как Павел потребовал, чтобы он оставлен был на рассмотрение Августова, то я велелся держать его под стражей до тех пор, как пошлю его к Кесарю. Что же ответил ему Агриппа, услышав историю об этом Павле, об этом чудном человеке? Итак, что же ответил ему Агриппа? Хотел бы я послушать этого человека, и я его прекрасно понимаю. Это просто супер слова. Представьте себе, вот стоит этот царь Агриппа и слушает всю эту историю про Павла и про весь этот театр, который тот устроил с религиозной системой иудеев. И что же он отвечает Фесту? Знаешь что, Фест, я тоже хотел бы послушать этого человека. Для Агриппа апостол Павел был своего рода райской птицей, как я люблю говорить. И сегодня слишком решительных христиан многие считают алогичными. Так бывает, когда люди не знают, что вы христианин, и тут вы заявляете «Я верю в воскресение Христово». Что он? Добыть этого не может. Вы такой приятный человек. То же самое было и с Агриппой. Он не мог этого понять. Он считал, что христиане это честные люди, что они не лгут, что у них гармония в семье, что они верны и не изменяют своим супругам. Иногда они даже успешны. Они ведут свой бизнес и часто занимают руководящие посты. Они редко бывают безработными. Они платят налоги. Их никогда не приводили в полицию. Их очень ценят как хороших граждан. Но с другой стороны они странные. Они верят в то, что Иисус это Сын Божий, что победил смерть. Они такие хорошие люди, но, к сожалению, у них не все в порядке с головой. Да, они немного того. То же самое было и с Павлом. Его образ жизни был просто безупречным, хотя он сам и говорил о себе «Я величайший грешник». Мы знаем, что согласно Библии означает безупречный образ жизни. Это не значит, что мы должны быть без греха, а значит, что наши сердца и наша жизнь стремятся преодолеть грех, и в результате мы начинаем вести чистую жизнь. Хотя мы одновременно с этим и являемся грешниками, но людям из мира кажется, что мы тем самым ретушируем свою жизнь и становимся безупречными. Но Агриппа посчитал веру Павла безумной. По его мнению, вера Павла была ненормальной. Его она не интересовала. Ему было интересно, как вообще могло быть такое, что такого человека, ведущего столь образцовую жизнь и не устраивающего скандалов, столько раз обвиняли, но всякий раз не находили за ним никакой вины. Мы можем видеть здесь силу, да, мы можем видеть здесь силу богоугодного и освященного Богом образа жизни. Услышав о Павле, Агриппа сказал, «Я хотел бы послушать этого человека. Если вы не ведете образцовую христианскую жизнь, то никто не будет вас слушать. Но если вы живете в согласии с Богом и ваша вера приносит вам плоды, то тогда вас будут слушать. Однажды ваш начальник отзовет вас в сторонку и скажет вам, «Расскажи мне, что движет тобою». Тогда ваша вера будет интересна всему миру. О первых христианах в Иерусалиме в Библии сказано, что они жили, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Это очень сильные слова. Их образ жизни был убедительным свидетельством, которое очень восхищало других людей. И это лучшее средство, чтобы открыть дверь для веры. Вот почему для служения в церкви всегда требовалось хорошее свидетельство. Например, дьяконами могли стать семь человек, изведанных, исполненных Святого Духа и Мудрости. Это должны были быть люди, на которых обратят внимание другие. В любом случае, сегодня старейшина должен иметь заодно и доброе свидетельство от внешних, то есть от агрипп нашего времени, чтобы не впасть в нарекания и сеть дьявольскую. Послушайте, плохой образ жизни лишает нас христианского свидетельства, но когда люди видят, что ваше свидетельство заслуживает доверия, хотя ваша вера и таит в себе для них много загадок, они все равно хотят вас послушать. Агриппа сказал этого человека, я хочу послушать, и что же было дальше? Об этом мы узнаем в следующий раз. Это очень великая вещь, потому что после этого люди начинают спрашивать вас, во что вы верите? Они просят, ну расскажи и нам что-нибудь о благое вести, которая так сильно изменила твою жизнь. Люди жаждут другой жизни, они жаждут ответов на свои жизненные вопросы. Ох, даруй нам Бог добрые свидетельства и образцовую и нравственную жизнь. Вера это не что-то личное. Вера должна быть личной и публичной. Ибо Иисус сказал, тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Да поможет нам в этом Бог. Аминь. Если наша сегодняшняя программа вам понравилась или у вас есть какие-то вопросы, мы будем рады, если вы с нами свяжетесь. Мы с удовольствием пообщаемся с вами по любому вопросу. Вы можете написать нам электронное или обычное письмо. Наши адреса вы видите сейчас на экране. Мы от всего сердца благодарны нашим зрителям за их поддержку. Ваши молитвы и пожертвования очень способствуют тому, что наша программа продолжает выходить в эфир. мы будем очень рады, если вы переведете пожертвования на наш счет. На сегодня это все. До свидания. КАМ.